Давайте сначала напомню, какие калибровочные теории я хочу обсуждать. Суперсиметричные калибровочные теории. В этих теориях слово калибровочное означает, что у нас будет калибровочная группа. Эта калибровочная группа будет устроена как произведение унитарных групп. Будет удобно считать, что удобно факторы в этом произведении нумеровать вершинами некоторого графа. Граф ориентируем, но от выбора ориентации ничего зависеть не будет. И это вершины графа. Граф ориентируем буквы гаммы. А это калибровочная группа. То есть означает, что в теории будут калибровочные поля, соответствующие алгебриле этой группы. И будет материя. Материя, поля материи соответствуют представлению этой группы. И поля будут двух типов. Будут так называемые фундаментальные поля. Когда на самом деле по слову поля, я имею в виду сразу супермультиплет. То есть мы будем уметь делать с суперсимметрией. И она равняется 4,4. Это означает, что имеется 8 суперсимметричных генераторов, которые мы потом впоследствии нарушим некоторым каноническим образом до 2,2. То есть 8 нарушим до 4. Но для удобства описания, то есть сама теория описывается в терминах N4. Поэтому калибровочный поля находится в векторных мультиплетах. Каждый такой векторный мультиплет, он помимо калибровочного поля содержит еще... И помимо некоторых фермионов, которых я говорить не буду, еще имеется два скаляра. Комплексные скаляры. Комплексные скаляры принимают значение в алгебре лимитчиках. Комплексные скаляры. Комплексные скаляры. Комплексные скаляры. Продолжение следует... 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 у него такое действие есть квариатное производное поле квадрат модуля ну и при редукции индексами отвечающим направлением 34 они превращаются здесь только действие сигмы на поле x это такого происхождения есть конечно еще просто кинетический член которые тут опустил я смотрю на потенциал вот и значит д член а сейчас да значит и д члена это тоже связано с действием криворочной группы дело то что пространство заряженных полей является ну тут видно что она комплексная вообще это комплекс интернет пространство на самом деле она кэллерово собственно кинетический член пишется пока не до структуре и действия компактной части до действия калейбровочной группы сохраняя эту карьеру структуру часто симпатическую структуру симпатическая структура вещественно симпатическая структура ну которая примерно устроена как сумма trace dq дельту q крест плюс трейс дельта кустильды крест плюс сумма по е такая самая наивная вот и D и T это отображение момента для действия калибровочной группы на пространстве полей D и T это функция от всех полей X X и X приженных со значениями в алгебре Ли отображение момента D и T это примерно это примерно значит это будет QE и T крест минус QE и стильды крест плюс сумма по е таким что ребро выходит из вершины и QE, QE, QE крест минус минус сумма по ремонту, которая входит в вершину и QE, QE крест в общем, это квадратичное выражение, но со знаками это такой сложный квадратичный потенциал в смысле сложная квадратичная функция а потенциал, который ему отвечает будет уже какой-то потенциал четвертой степени тип потенциала Хиггса вот да, и вот есть еще параметр в теории который на самом деле связан с углом суперсимметрии это так называемый член Фаея и Лиополоса можно добавить сюда константу в это выражение умноженное на единичную матрицу пространственной Т оказывается есть такая комплексная, голоморфная комбинация тета угла ну там вообще-то есть некоторые факторы там 2пи, которые я не помню которые называются обычно кейлеровым параметром кейлеровым модулем вот и значит например в теории квантовых агомологий ответы являются голоморфными функциями от этих параметров а геометрически множество нулей потенциала поделенные по действию группы это значит некоторое гиперкейлерово вообще говоря многообразие и эрытые определяют диаметру этого многообразия размеры размеры нестягиваемых циклов вот от это параметры которые в классической геометрии роль не играет но в теории уже сиг модели с target space это пространство уже важен потому что он дает фазу отображением нетривиальной степени отображением мирового листа в этом многообразии хорошо значит вот вот такая теория вот параметр я ее описал у нее есть еще дополнительные деформации которые собственно вот делают в каком-то смысле задачу решаемой а именно деформации массами самые твистованные массы что такое твистованные массы твистованные массы это такая конструкция допустим у вас в теории с такой суперсимметрии есть группа есть группа глобальных симметрий соответствует соответствует глобальным вообще в теории поля глобальную симметрию может соответствует сохраняющийся ток и значит если у вас есть сохраняющийся ток вы можете продинформировать лагранжан добавив к нему введя внешнее калибровочное поле соответствующие этой группе симметрии ароматное калибровочное поле оно по нему не интегрируется это просто параметр в теории но в силу того что ток сохраняется корреляционные функции как функции от этого параметра будут удовлетворять разным интересным тождествам поэтому можно что-то про теорию сказать изучая корреляторы токов это позволяющие функции корреляторов токов теперь в суперсимметричной теории калибровочное поле для глобальной симметрии находится в супермультиплейте и как и динамическое калибровочное поле в котором суперпартнером являются скаляры имеются скаляры, которые партнеры для ароматной симметрии поскольку я собираюсь думать про эту теорию не как про n4, а как про n2 то супермультиплейт будет содержать только один комплексный скаляр и вот включение твистованной массы это такая игра, в которой мы вместо калибровочного поля включаем скаляр комплексный скаляр в супермультиплейте глобальной симметрии звучит это как-то очень непонятно но на самом деле это очень простая конструкция она простая, если думать про эту теорию как про размерную редукцию а именно все что? нет, с током нельзя свернуть у нас свернуть с суперпартнером только то есть это будет другой оператор, который связывается по симметрии и на самом деле точно так же, как в общем случае деформация калибровочного поля не умеет она не складывается только на первом порядке и так и есть, что информация калибровочного скаляра на самом деле не умеет калибровочного скаляра потом подъем в четырехмерии, так что сигма превращается в компоненты а3 плюс а4 калибровочного поля вот, теперь, чтобы вернуться назад можно просто теорию скомпультизировать на двумерный тор потом спуск на двумерный тор, скажем, маленького размера r с метрикой r квадрат на что-то такое dx квадрат плюс вот, ну и если просто устремить радиус к нулю то это будет обычная калибровочная редукция мы получим обратно то же самое теорию, с которой начинали но мы можем теперь сделать чуть-чуть более хитрую вещь мы можем включить калибровочное поле для флейверной симметрии но так, чтобы чтобы это нам не стоило бесконечной энергии не стоило, не стоило, не нарушило суперсимметрию полностью это означает, что мы можем включить плоскую связность плоскую связность на двумерном торе и все равно, если это плоская связность какая-то сильно нетривиальная то в пределе r к нулю это нам даст теорию, в которой все заряженные поля по глобальной симметрии будут бесконечно массивными поэтому, чтобы получилось что-то интересное но небольшая информация того, с чего мы начали нужно взять это калибровочное поле в виде r умножить на какой-то параметр, мы назовем масса mf mf, значит, лежит в алгебре ли максимального тора глобальной группы комплексификации вот, значит, вот оказывается, что теперь в пределе r к нулю значит, эта плоская связность безразмерная безразмерная величина в моих обозначениях то есть у нее есть мандрамия, которая как бы числовая я ее стремлю к нулю как первую степень радиуса и вот, значит, отношение, которое остается конечным это имеет размерность массы, что, собственно, я и хочу мф, это будет твистованная масса масса в двумерной теории вот да, можно ну, она будет писаться кривая, но я просто вот это я описал как ну, это на самом деле на самом деле, на самом деле, по сути, она в этом выражении просто добавится полностью у вас каждый ходит да? ... ... ... Продолжение следует... 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 может у вас есть часть умножить на f плюс f в квадрате но есть одно одна тонкость который стоит то что кривизна двумерие она не совсем про это не совсем независимость вспомогательное поле потому что есть слово пантование если вы работаете на к скажем на компактный на компактном мировом листе то у вас интеграл абелевой кривизны в некоторых единицах всегда целое число поэтому значит нельзя поэтому буквально от интегрировать f нельзя но можно это сделать добавив лагранжевым множителе которые будут накладывать такую связь что интеграл кривизны всегда целое число значит наложить такой для того чтобы поскольку это это глобальные ограничения которых конечное количество лагранжевым множителем для них это тоже некоторые просто конечное число констант которые более того силу силу этих условий это просто некоторые целые числа по которым нужно функциональный интеграл просуммировать эти числа что они сделают они просто сдвинут это выражение на 2 пицца целое число то есть теперь я могу думать что калибровочное поле самого самого больше не появляется в огранжане только через кривизну свою и теперь могу считать что кривизна является просто независимой произвольной 2 формы потому что если сначала просуммирую по целым числам м то я воспроизведу я эту связь это все в экспоненте стоит функциональном интеграле вот а если сначала проинтегрирую по f то я получу просто квадрат квадрат модуль этого выражения по м просто по м нужно будет просто потом отдельно еще просуммировать вот это начнет будет старая самая та же самая обратная метрика что и что его в вещественной части вот после чего значит заключение такое что абсолютные минимумы этого эффективного потенциала значит такие сигмы для которых зануляется вещественная мимая часть ну то есть зануляется по отдельности об и и сейчас часть производной а мнимая часть производной равняется целому числу все это вместе записывается как уравнение производит экспонента от dw стильды под и сигма это а то я равняется единице вот значит остается только вычислить чем уравняется этот супер потенциал тестованный то есть вот я описал микроскопическую теорию писал какая какой как какая мне была материя теперь хочу описать макроскопическую эффективную теорию но не всю ее только вот одну гламур что величину которая которая значит управляет управляет вакуумы того что получилось ну естественно пренебрегая старшими производными думаю что все это как это мы низкие энергии адиоматическое приближение тогда и тому подобное вот значит замечательное свойство этого тестованного супер потенциал w стилы состоит то что он вычисляется точно 1 петлевым приближением то есть нужно просто посчитать разложить функциональный интеграл в окрестности точки где все поля материи равны нулю они массивные разложить только до второго члена вычли терминанты отношения терминантов и посмотреть на зависимость этих терминантов в пределе когда все внешние поля очень имеют очень мало импульсы и насчет вытащить вот этот тестовый потенциал ну как всегда он считает это 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 дуброва стильные получается интегрирование по половине суперпространства и и такие диаграммы фемина которые могут дать вклад в эту планицу про пространство их очень мало то есть вот ну и окажется что значит он дается такой формулой то есть в общем картинку оставлю здесь что все это какая-то какое-то такое вычисление что поля сигма сигма поля x которые приближали вот точно должны это дает вклад в w стильды и вклад который они дают это для каждого поля для каждого поля x значит у него есть помните там был выражение такое что него у него был какой-то заряд по калибровочной группе и по флейверной по группе глобальных симметрий вот нужно некоторую линейную функцию от сигмы и флейверов вычислить зову ее z sigma mf действующую на x это как бы некоторое собственное значение просто или вес если угодно и умножить на логарифм ее же суммирует по всем по всем полям материи значит ну конкретно вот в этом примере вот в этом для этом в этом классе теорий величина z скажем для кварка куитая который у нас был в был фундаментальное представление по у n и анти фундаментальным для у m z это будет сумма это будет сигма и т.а.т. минус м и т.к. какой-то бета а бежит от одного до и т.б. одного до м и т. плюс что я забыл сказать собственно какая у нас глобальная группа симметрия в это в этой теории то есть это рассказывал в прошлый раз значит сейчас просто быстро повторюсь значит нас есть симметрия которая крутит пространство кратностей это произведение по у м и т и теперь приближение начались еще группу у 1 по отношению которой все поля q и q стильды имеют заряд плюс 1 а поля фи имеют заряд минус 2 это вот эта группа симметрия она на самом деле коммунируется на 4 суперсимметрии нас хана совместима с ней а вот эта группа симметрии нет только сохраняется миссима только с некоторой на эти два подгруппы и вот включение тестованные массы для этой группы который есть параметр у нарушает суперсимметрию от n4 d равняется 2 а включение этих масс суперсимметрию не нарушает вот и вот собственно можно это правило и видится в том что значит то что n4 суперсимметрии она не допускает тестового суперпотенциала поэтому можно убедиться и и насчет качестве проверки что по крайней мере не все что я говорю бессмысленно бессмыслица если у равно нулю то по формулу которая написала она должна быть 0 то есть там даже сократится все вклады всех по всех полей вот вот значит для антикварка знак сигма меняется знак м меняется а знаку не меняется потому что у кварков антикварка заряд один и тот же а у поле фи фи это матрица n на n соответствующий центральный заряд равен вот такому разные собственные значения сигмы и слишка на минус 2 ну более-менее в общем да еще были бы фундаментальные поля ну там значит zqe это сигма t от е а т минус сигма с от е в это плюс у тут а от 1 до mt и b от 1 до n хорошо в общем вот получается так почему стране заряд это же центральный заряд на самом деле это в вот эти полям эти массивные мультиплеты называем bps мультиплеты и алтебра суперсимметрии имеет центральное расширение вот это это выражение на самом деле является она определяет массу частности масса каждого такого поля это квадрат мод да да если сигма константами масса каждого такого поля то просто квадрат это просто модуль соответствующего z как было видно из той формулы что вот член лагранжан был устроен примерно как квадрат модуля в это выражение если когда это уже как просто собственное значение то это будет масса вот и вот значит первый ша первая связь между квантовыми группами калибровочной теории состоит то что понимать то вглядевшись на эти уравнения можно в них увидеть уравнение бета бета для икс 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 спиновой цепочки но вообще говоря такого общенный то есть калибру то есть спиновая группа для которой это спец спиновая цепочка будет такова что для нее граф гамма пока с которому стартовали будет графом дымкина если это не граф типа да это это что-то такое дни навыки неизвестное что это залога такая но уравнение бета они в довольны они очень универсальный но если граф ими типа а д е а д е ну или а или а финны а д е то имеется просто с соответствующей алгебре ли и и янгян соответствующая спиновая цепочка и уравнение бета для него и вот они кажется буквально совпадают в точности с этими уравнениями где в качестве где сигма играют вот эти собственно значение матриц сигма играет роль корней бета сигмой непонятно как не понятно то есть как сказать то есть можно можно определить алгебру ли про по любому графу как вообще налоги рука цемуде и соответствующий я нужно тоже определить соответственно уравнение сразу за этого получится но это алгебра будет какого-то там дикого дикого типа то есть у меня там математикой не изучают обычно ну то есть там ней там знаешь там как известно просто это немножко немножко отойти в сторону от графов дымкина простых алгебр ли то там алгебры ну при этом и 10 например там там какой-то супер экспоненциальный рост там числа генераторов алгебры то есть там какие-то представления супер огромных всегда писали универсально как из трансфер матрица там и страз то есть место представления спин 1 2 там которая двумерное представление ли там его сколько-то спине у тебя будет бесконечно мерное представление в котором на не будет вообще собственно даже даже уже для афинного случая тут как правило будет представление типа там модуль вермахт а корни бы это бы конечно число но их их могут произвольное число подел то что у нас эти ранги и ныто и вообще говорю любые не мог бы сколь год на большие просто в конечномерных случаях в случаях алгебры конечного типа оказывается что на тихо ранее нет решений если н и она в слишком много соответствует тому что там представление конечномерное то есть начало сказать что это уравнение бета для подсектора спиновой цепочки то есть это замы весовое подпространство то есть для под в котором то есть для подсектора или там для сектора которые нумеруются нумеруются набором чисел n а представление спиновой цепочки в котором в котором спина находится определяется числами m вот я просто раз напоминал что значит простейшем случае когда граф стоит за одной точки просто и у вас есть два числа и она и эльпом это называл то соответствующая спиновая цепочка это просто стандартная с у 2 спиновая цепочка в которой сель или спинов 1 2 а н это число спинов которые торчат в одну в одну сторону этот потектор который выделяется ну а в общем случае то что есть уравник то есть будет уравнение ты займ его как по-русски со гнезда гнездового от зацепет который описывает что что иторированная ну может хорошо значит это как бы одна сторона медали да и потом начать в прошлый раз я сказал что помимо собственно спиновой цепочки которые это значит этого задача с гамильтонианом какой-то есть вот гамильтониан или там много методов из которых который стал сфер матрицы получаются можно еще посчитать можно построить решеточную модель который эти спины будут жить на ребрах решетки а сама решетка будет жить на как бы на поверхности бублика на торе лучше сначала тор нарисовать вот есть скажем какие-то вертикальные линии вот и вот каждая каждая точка пресечения это можно думать про это к про конфигурацию спинов значит переход от 1 от 1 параллели к следующей это такая дискретная эволюция по времени соответственно статсума решеточной модели это след произведения операторов эволюции но вот столько сколько нужно сколько значит здесь есть пускай 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 у нас имеется l стильды фиолетовых и скажем m давайте l фиолетовых и m желтых то есть пространство состояний которым берется след зависит от m каждая фиолетовая окружность пересекает пересек ее пересекают m желтых в каждой точке пресечения сидит какое-то спиновое пространство р матрица про который не сказал ни слова значит ну она приписана на самом деле каждой точке пресечения и вот произведение этих р матриц определяет трансфер матрицу то есть оператор который действует из пространства на одной параллели в пространство на другой параллели вот мы значит или раз подействуем получим и возьмем след это получится стать сумма решеточной модели так вот оператор трансфер матрицы значит он ну является производящей функции гамильтоньянов и он соответственно диагонализуется вместе с то есть все гамильтоньяна динамируются одновременно и собственных значениях определяется решение уравнения бета то есть вот этот след может быть записан как сумма по по всем n и сумма по решениям уравнение бета которых вы подставляете в собственные значения трансфер матрицы как функция как функция уже этого решения уровня бета вот вот это это процедура суммирования при фиксированном n просуммировать по всем решениям уравнение бета какую-то функцию от решения рвания бета на языке колебровочной теории означает что вы просуммировали по всем вакуумом и в каждом вакууме вычислили вакуумное среднее некоторого оператора и как кирального оператора то есть то есть очередь стать сумма на двумерном торе вакуумное среднее некоторого оператора т который оператор от 7 в степени и это на чем мы сделали в калибровочной теории с калибровочными группами урин и ты а потом еще по суммировали по имитам то есть калибровочной надпись на тор этот торт да нет это это два разных тора но тоже тоже под параметр тора нику вот это сейчас значит никого параметра тора здесь нету то что здесь есть это параметр есть есть параметр можно ввести скрученные граничные условия твисты вот которые можно посадить на каждую фиолетовую линию и на каждую желтую линию на желтую линию параметр q она фиолетовый параметр q стильды значит q стильды сейчас это скрученные граничные условия вдоль фиолетовые параллели значит если думать вот на языке там спиновые цепочки старые там скажем гейзенберга с у 2 пример один случай гамма с из одной точки в этом случае гамильтаньян там один из гамильтаньянов устроен как сумма по узлам спиновой цепочки которых всего или которых м штук сигма и тут значит просто массива матрицы паули сигма а т тензор сигма а плюс 1 и вот картинка периодическая означает что сигма а плюс м равняется сигма а т а скрученные граничные условия означает что у вас сигма плюс м равняется q в степени скажем сигма 3 сигма а т и вы подкручиваем подкручиваем наши спиновые переменные некоторым главы элементом группы группа симметрии точнее максимального тора вот и вот такой в такой скрученных в таких таких скрученных условиях насчет трансфер матрица является 0 или гибритого пространства можно сказать что является функция тку а можно что-то стрематься является функция тку вот и вот этот параметр q он входит в равнине bt а именно это какой-то экспонент от этих параметров q много по одному на каждую вершину графа это значит более-менее экспонента от коллерового параметра вот а еще можно значит ввести скрутку по по желтому направлению то есть после того как мы взяли произведение эль трансфер матриц можно еще ввести ку стильды в в степени какой-то картонский генератор но это вот на этом языке будет означать что мы более-менее вклад теории с параметрами и нет и взвешиваем с весом куитов стильды в степени и нету вот то есть что это означает что мы берем большой канонический ансамбль калибровочных теорий и вводим химический потенциал для рангов калибровочных групп это абсолютно то то что вы смотрите что мы тут обсуждали мы обсуждали что двумерной калибровочной теории вакуумы соответствует решению равнение бета какой-то какой-то там спиновой цепочки а теперь мы хотим спросить в каком контексте естественность происходит суммирование по пространству вакуумов суммируем пространство вакуумов когда учитаем след например всех след след гильбертовом пространстве то есть ну во первых да 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 если бы не компактно то мы бы фиксировали оба один вакуум и в нем работали поэтому сумма по вакууму подразумевает чтобы работы в конечном объеме ну и кроме того вот этот аргумент с тем что там значит были в потоке который нужно было суммировать так далее строго говоря знать говорит что рассуждение про то что вакуумы управляются таким уравнением требует чтобы теория была в конечном объеме вот вот значит мы сажаем нашу калибровочную теорию двумерный торт это пространство-время калибровочной теории вообще говоря на что есть какое-то какое-то пространство какой-то длины красивая есть время какой-то тоже длины бета ну это одно и то же да то есть можно значит вот можно было бы считать что значит что мы то есть то есть если бы мы вычисляли бы такой вот след в калибровочной теории в котором пространство значит получилось гильберта пространство получилось квантованием теории на окружности длины l и мы бы в ней вычисляли бы вот такой след как бы температурную статсуму здесь гамальтиан калибровочной теории то в пределе нулевой температуры или или большого очень просто большой большой длины окружности вклад бы давали бы с на только вакуумы конечно да поэтому и такое делать не будем мы будем вычислить суперсиметричный след то есть мы будем вычислить индекс и тогда уже никакого никакой зависимости от температуры не будет равна какая от времени и от пространства значит это будет уже просто не это будет топологическая 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 величина вот что я и называю статсумы в двумерном торе потому что будет вставка минус один степени фирменное число подозревать что у меня на торе периодически граничные условия то есть имеется то есть периоде суперсиметричные граничные условия но это будет другая статистическая модель это это вы можете часто сумма ну во первых на теорию будет тестовать чтобы она чтобы можно было поместить на кривую поверхность не нарушил посидеть суперсиметрию и вы можете посчитать сказать штатсуму и на любой поверхности после этого но это будет аналогичное среднее во всем всегда можно вас приписать как статсуму на торе со вставкой оператор приклеивания ручки вот почему пара штанов это оператор приклеивания ручки вот вот то есть вы можете например то есть от сумма на поверхности рода 2 это значит то же самое что вы двумерный торт приклеили такой оператор который начинается сам ли вот пришел с того что вы склеили приклеили ручку но это там то же самое что в сфере там приклеили две точки значит это не конкретный оператор и он не является тем оператором который нужен чтобы значит получить статсуму решеточной модели слишком простой ну то есть тут на тут 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 требуется больше параметров в этот оператор входит игра больше параметров и и на что он такой более самословатый да 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 ну значит и задать как бы я значит так пока я просто объясню что вот это все было значит вычисление просто статсумы калибровочной теории на торе с письметичным ограниченными условиями но у нас здесь еще стоит оператор мы не просто суммируем по вакууму суммируем вакуумные средние то есть нужно вставить сюда еще некоторый оператор с крышкой который не нарушает суперсиметрию полностью то есть он по крайней мере тот суперзаряд который нужен для того чтобы доказать что это выражение топологично по бета и l этим оператором сохраняется то есть это какая то есть с крышкой это какая-то сложная функция от сигмы как собственно оператор приклеивание ручки тоже является функция сигма но он не является не такой сложный функция сигма если мы берем штаны и да ну наверное можно но мне кажется что это можно но не хочется да нет то что по что вопрос значит про про алгебру то есть это значит элемент твистового кирального кольца вот кань кольцо порождается операторами там трейс сигма трейс сигма в квадрате для каждого и так далее и что некоторые коммутативная стативная алгебра она полностью описана этими уравнениями и то есть структурный константы как структурный константы это алгебра не содержится в этом рано там есть базис например и д патентов которые просто в которых для которого структурный константы равны нулю или единицы это не очень информативная вещь да ограничено на решение бета но приобретали ручки если если не ошибаюсь он более-менее универсально является гисянам гисянам дублевая стиль для просто ну там может быть через какие поправки но он еще вычислен давно и он в принципе играет некоторую роль в в дождь играет роль но еще как-то связан с доказательством гипотезы годы на о том что волновой функции бета некоторым каком-то это базис есть норма которая дается гисянам функции янга дублевой стиль 9 спадает функции янга 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 значит и вот и оператор приклеивающих тоже является гисянам гисянам этой функции но еще какая-то между ними есть связь такая так значит и не знаю я еще только даже в общем-то не начал на самом ничего рассказывать не знаю можем потом поправить поговорить то есть это возможно ну я не знаю уравнение бета это просто уравнение это обобщение уравнение там который ты знаешь в этом уровне квантовой когмологии cpn модель значит а там театр есть ли cpn тебя там есть 1 1 1 сигма есть и ангель там и без одна масса есть такого типа уравнения где открываем оригинальной стабильности спрятана ну хорошо кривенька значит значит ответ в общем случае тоже положительный потому что уравнение которое я пишу это обобщение этого уравнения вот короче говоря значит нужно вставить некоторый оператор такой жирный . напишу хотя на что то есть оператор можно вставить в точку пишется и через сигмы но для того чтобы он оказал чтобы его и понять естественно чтобы как бы естественно оператор был оказывается что этот оператор приходит из другой калибровочной теории которая живет в своем пространстве а с этим пространство пересекается по точке то есть т от сигма на самом деле получился от интегрированием это результат в чем разница между проинтегрировать и от интегрировать мне кажется правило которые что говорит что нужно взять и на полей вспомогательной теории вспомогательной калибровочной теории который взаимодействует взаимодействующий с нашей через точечный дефект что что но с точки зрения этой теории то было через магазин для стойкой этой теории конечно цель вспомогательной а вообще они каждый раз помогать на самом деле та теория она эта теория была двумерная татья вообще-то четырехмерная поэтому к и конечно что считаете вспомогательной но сейчас я пишу такой я пишу некоторые правила игры по которому чем теория больше размерности тем она вспомогательна наверное чтобы уже искать ускориться лучше расскажу как это связано с дебранами потому что иначе то не бесконечно можно ну значит хорошо что что ну сейчас значит вопрос что как бы какие формулы являются какие формулы являются применим формула типа это нет я тебя тебя часа как оператора пишу да да значит одно из одно из название этого этого оператора так у характер что пишется в терминах таких ингредиентов есть операторы y и т от x а да он зависит вспомогательный переменный x кстати которые как-то тут я опустил начну вообще-то было много параметров которые дополнительно которых я по которой забыл сказать что значит у нас были массы которые жили на фиолетовых параллелях а еще есть новые параметры которые живут на желтых меридианах решеточной модели два типа параметров быстроты которые написаны на каждом на каждой линии есть своя быстрота и то что происходит в вершине зависит от разности параметров которые живут на встречающихся встречающихся ребрах вот это отношение терминантов терминант пространстве нытое сигма минус x делить на терминант это один такой объект а второй что tp д это отношение массовых полиномов вот только то есть чего эта формула пишется значит как она пишется нужно нужно чуть-чуть поговорить насчет персона по графу x1 это просто 1 1 1 перемена теперь прикольно параметры да значит ты пишется теза на самом деле зависит ты он бы не один вот когда я тут сказал то есть я ты в степени или это было некоторое упрощение на самом деле тут стоит грубо говоря произведения l факторов каждый из которых сдвигнут на свой параметр ню то есть это в степени l на самом деле то есть t от там сигма минус ню один т от сигма минус ню два т от сигма минус ню л это это тоже некоторые упрощение полная история такая что нужно опять по графу гамма опять раскрасить вершины в 2 вершины двумя числами что в этих назовем теперь в это и w это размерности некоторых размерности векторных пространств приписанных вершинам вот и по в надо будет просуммировать а w фиксируется вот пишется по набору w самый простейший так то есть таких операторов довольно вообще много есть фундаментальные остальные из них строится по некоторым правилам фундаментальные отвечают случаю когда w равняется нулю везде кроме одной вершины фундаментальные q характеры нумеруются просто выбором вершины начать что w равняется в это же w житая считать дельта и жи то есть значит уже а в пока произвольные что-то надо просуммировать по просуммировать по в по всем возможным выбором в произведение куита в степени в это а дальше значит нужно написать интеграл по пространству модулей по пространству накоджимы отвечающим вот этой раскраски в w и тут значит некоторых критических характеристический класс тический класс который построен из из набора y и d ну я могу написать чё в пару формул это в общем здесь не сильно поможет вот если написать колчан за одной точке то форму будущем просто если колчан за одной точке значит для один случай этот я устроен очень просто это есть y от x плюс 2 у по моему плюс q d от x перед на век от x пусть будет всего два члена да в этом случае да 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 он в общем случае так тут на самом ли интеграл локализуется там по департам точкам то есть он в принципе как то есть слой все для серии а он всегда является суммой там хитрау вычислять не надо для серии d уже не 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 всегда там да и уже там нужно что-то интегрировать для серии я тоже нужно для там общего графа неизвестно что нет сигма спрятана в игреке значит игрек еще пишут как отношение к оператору какой-то буквально терминансе в общем мораль такая что ты оператор он получается интегрирование по пространству модулей это подпрос на коджима это так надо при него думать как пространство модуль инстантонов на оле пространстве который сейчас я напомню что такое то есть и это пространство модулей каких-то калибровочной конфигурации в четырехмерной калибровочной теории к теории живет сама все на алип на на алим многообразии но через эти игреки она взаимодействует с нашей двумерной теории поэтому вот такая значит добавная петрушка значит нет сейчас значит есть четырехмерная теория есть двумерная теория есть точка двумерной теории и на самом ли . всех мерной теории в которых они как бы пересекаются или и походят другу близко друг другу на самом деле x это расстояние между этой двумерной теории и четырехмерной без допишу в каком пространстве появится было ясно но пока значит просто и вот это это как туннельный микроскоп значит вы подносите какую-то одну там как бы систему физическую другой физической системе есть точка которого которого не ближе всего ну и там ночь какой-то между там за счет но это в одном объем еще пространстве тут тоже есть одно объем еще пространство которое 10 метров сейчас я начну пишу в каком пространстве этот туннель-мироскоп сидит будет все сразу стоит понятно давайте с этого момента граф гамма это будет граф афинный графа типа а до или и что что да да и поэтому это это многообразие которое нужно которое я в принципе уже не явно описал вот в каждую вершину вставляете два вектора на их пространство и дальше примерно по тем же правилам как раньше криво шатюр описывал теперь значит вы пишет вы изучаете конечномерную задачу такую значит на каждое ребро у вас вы сажаете оператор который действует между пространствами в туда и сюда и в каждую вершину вас есть просто оператор действующий между пространством в w тоже туда и сюда значит есть оператор и жи и да типа отдыхаем конструкции да ну так вот все найти на тело на все эти операторы надо наложить уравнение поделить по группе симметрий которая группа у в и получится такое многообразие это гиперкалилового многообразия зайти многообразием коджима по нему нужно проинтегрировать некоторые хористических некоторых класс который я не описал я еще не писал они входят в этот на класс просто вот то что здесь например происходит какая-то сдвижка y и они в разных степенях возникают это связано вот почему это в этом про и проявляет то как этот в этот универсальный хористический класс входит игреки вот значит короче напускай гамма вот до сих пор конструкция была долевой гаммы но и в общем случае в это до сих пор у нее не было хорошего понимания откуда наберется пускай гамма вот одного из таких трех типов в этом случае ей соответствует дискретная подгрупп конечная подгруппа группы su2 ну там например там для серии а n это группа гамма z n плюс 1 которые действуют на пространстве с каратами z1 и z2 она значит умножая первую координату на корень н на степени n плюс первой степени за единицы а вторую на обратный корень там для серии dn эта группа значит она порождена преобразованиями у поворота это же таких такого типа преобразования где дедральный да но это это бинарная диадральная группа это 2 эти группы это двулистные накрытия группы симметрии правильных парамы задуматься м плюс 1 даты она со шляпкой что вот сам сам граф при этом он вот так вот так устроен то есть тут значит скажем 1 вершина 0 1 2 и всего 1 вершина вершина вершины графа соответствует неприводимым представлением группы гамма а ребра отвечает писать описывают то как эти неприводимые представления разлагаются в тензорное произведение с двумерным определяющим представлением вот значит нет пока просто нет пока просто сказал что для специальных графов гамма сейчас будет построен и соответствует соответствует некоторая геометрия в этой геометрии мы можем изучать струны дебраны и на этих дебранах на некоторых дебран будет теория которую я дописал до сих пор да если 10-мерную геометрию хочу описать некоторые вот такая во-первых возьмем c квадрат и поделим по этой группе гамма 1 гамма действует под группа в су-2 и су-2 действует c квадрат значит можно поделить одно на другое этот орбифолт он хорош тем что то есть эта группа гамма она сохраняет гиперкейлерову структуру поэтому это можно про это просто сможет думать как такой сингулярный предел четырехмерного пространство айнштейна и более того можно даже его переформировать так чтобы она стала гладким многообразием все еще гиперкейлеров дальше у нас будет что у нас четыре измерения еще нужно 6 вот значит 6 измерения распределю таким образом будет два тора но один из них один из их назову буквой е коллипическая кривая другой бы называть т2 как тор не будет просто плоское пространство r2 вот теперь значит я хочу на этом пространстве на этом изучать струну типа 2b струны типа 2b имеются дебраны нечетные т2 будет то на ком было то есть этот т2 это будет т2 который вот как на котором лакалибович не сегодня т2 на котором желчная модель будет нет это 2 но не но не я значит но он появится потом да ну появится потом хорошо отлично хорошо да хорошо теперь хочу делать такую вещь хочу добавить ld7 брон на c2 по гамма кросс д7 брон и имеет 8 пространство временных измерений это у меня 4 это еще 2600 еще 2 на т2 на как бы точку там точку в 2 н d3 брон которые живут на е кросс т2 то есть точка здесь . и сейчас это на буквы м мы называли прошу прощения м7 и потом ld5 до времени учитывать что то есть размерность брон и число которые написано это пространственная размерность еще надо добавить 1 чтобы получить пространство временную но тут у нас все эвклидов начнем последние ld5 брон которые живут на c2 по гамма кросс е кросс . кросс . вот значит на самом деле все эти числа м н и л это не просто числа а это вектора значит на самом деле каждый в чисел м д7 да и это будет наш наш кухарный это будет тот самый оператор который будет до который в случае этой теории это какая точечная пертурбация который в точке в точке от 2 появилась у нас были у нас нет 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 или эта степень трансфер матрицы или то есть вы точно теории пришел еще теории или м выступают равноправно от калиброчной теории неравноправно потому что вот как бы искали вложить на теории которые двумерная а или это какое-то с какое-то свойство оператора который вставлен в точку краудустах да на сад я нет значит калиброчность на самом деле вот во всех этих формулах предполагается что е очень маленькие то есть это как бы я не случайно эллиптической кривой называю я на самом ли его размер размер роли не будет играть и про него хочу думать как про очень маленький двумерный тор но у него есть вообще говорить комплексная структура который может быть играет роль поэтому макроскопические то есть вот этот то есть т2 много больше чем не по размеру поэтому теория надо 3 бронах она хотя бы четырехмерная но на самом деле она макроскопические двумерная поэтому все эти слова про то как то что теория в том изучаемых про них может быть как про размерную редукцию энергию 2 2 4 здесь просто явно это используется такой такой формализм можно сделать т дуальность по вдоль этого е и размерность всех этих брон уменьшен на 2 единицы она получится буквально из будет d1 струны d5 и dd3 тогда будет буквально двумерной теории но мне удобнее сейчас пока думать так потому потому что одна из деформации которые использую проще описываются вот на этом языке они на дуальны так хорошо значит чтобы да я хочу сказать что вот эти все что на самом деле в присутствии арби фонда когда мы делаем обе фон по группе гаммы все браны имеют каждый браны может быть на самом деле многих типов которые отвечают представлением представлением дискретной группы поэтому эти числа это на самом деле их этих чисел здесь очень много столько сколько вершин графе геометрически так надо себе представлять что вот простейшем случае вы скажем вот у вас есть пространство которым 10 дискретная группа вот вы делаете фактор на фактор пространстве хотите описать добрано если добрано находится далеко от неподвижной точки то есть то есть поднять ее на накрывающее пространство но эта точка скажем если ты бран была точная она превратится в орбиту действия группы гамма-орбит и но орбита действия группы это то же самое что как бы это регулярное представление регулярное представление группы то есть группа 10 на себе но важно то что одна брана на фактор пространстве поднимается в порядок группы бран на объемлющее пространстве и по идее начать у нас на объеме если есть у нас как бы много бран то мы про это обычно думаем как про стопку бран то есть это одна бран на которой имеется векторное расслоение вот такого ранга нужно думать про то что есть значит вот одной точке внизу приписано сразу пространство функции на группе это то есть это регулярное он так называется то или так называется еще функции на группе c квадратный а квадратность кубочки а то есть функции на группе хорошо хорошо она же есть значит там как не знаю левый там модуль гаммы больше можно разложить по неприводимым представлением это будет сумма по неприводимым представлением каждое представление входит в кратность кратностью равна ее размерности скажем для циклической группы каждое все с ним неприводимые представления одномерные для серии d можем нарисовать граф есть четыре одномерных представления остальные двумерные вот так вот значит вот регулярно представлению группу соответствует за имя регулярные брон это те которые могут быть сдвинуты с точки с обе фолны точки но если брана попала вот попала в обе фолныю точку буквально сеть здесь то при подъеме суда она поднимается геометрически все равно вту в ту же самую точку но внутреннее пространство то есть пространство векторное пространство cheapпа то на сколько она может быть все равно все еще представлением группы но не обязательно не мне обязано быть регулярно представление вот и вот значит в общем случае браны значит вот они описываются просто каким-то представлением каким-то представлением дискретной арбифолдной группы, и это просто кратности соответствующих неприводимых представлений. То есть n это на самом деле сумма по i, n это, ирыто, тензор, и так далее. Теперь сбраны, которые намотаны на это пространство, это рассуждение немножко надо по-другому провести, и все равно получается столько же параметров, эти параметры возникают вот таким способом. Если у вас теперь, вот был арбифолд, c2 по гамма, на бесконечности в него сидит лидзе, фактор трехмерной сферы по группе гамма. Это уже в принципе гладкое многообразие, но не односвязное, у нее значит фундаментальная группа. Если мы на на этом пространстве посадили какую-то калибровочную теорию, например, калибровочную теорию с группой U, M, то есть мы намотали M бран на на все это пространство, ну там остальное пока не важно, то на бесконечности, если у вас калибровочная теория, в ней есть какой-то хиетический член F-меню в квадрате, для того, чтобы действие не было бесконечным, нужно, чтобы на бесконечности калибровочная поля стремилась к плоской связности. Вот плоская связность определяет, значит, у нее есть голономия, для каждого элемента фонаментальной группы пространства бесконечности, у вас есть элемент соответствующей группы. Значит, у вас плоская связность, она определяет гомоморфизм из группы гамма в группу O, M. Этот гомоморфизм говорит, как калибровочная группа выбором граничного условия нарушается. Задать гомоморфизм это создать представление группы гамма в мемерном пространстве. То есть это то же самое, сказать, что M это сумма по I и R и T в степени M. Тем самым, значит, калибровочная теория эффективна, это калибровочная теория с группой произведения у M и T. Это теория вот на этих D7 бронах. То же самое для D5 брон. Вот. Значит, теперь что остается? Значит, остается сказать такую вещь, что есть некоторый стандартный анализ, который говорит, что открытые струны, живущие на вот этих N, D3 бронах, точнее говоря, где N это вот такой целый набор иных, в пределе низких энергий, то есть струны, которые соединяют D3 броны с самим собой или с D7 бронами, они образуют как раз набор полей той самой калибровочной теории, с которой я начал. То есть, значит, D3, D3 струны и D3, D7 струны, значит, D3, D3 дадут нам поля векторного мультиплета, а D3, D7 дадут нам поля, вот заряженные поля. А, еще начнете дадут нам вот эти, эти дадут нам кварки, которые на ребрах сидят. Нет, это присоединенные, да? Но это бифундаменталы, но про них нужно думать, как про, то есть, это орбифолдная проекция от присоединенных полей. То есть, если бы не было никакого орбифолда, в простейший случай, когда гамма-точка, это вот такой граф, значит, А0. с крышкой, тогда вот эти QE, это было бы просто дополнительные присоединенные поля. Это была бы редукция N4 теории. Вот. А когда мы накладываем уже, значит, гамма-инвариантность, присоединенные поля превращаются в такие бифундаментальные. Вот. Значит, ну вот анализ теории, которая, что происходит, если добавить теперь еще D5 брана, это не совсем стандартная ситуация, потому что D3 брана была, ну, как бы внутри, D7. И это, значит, просто, значит, в этой четырехмерной теории имеются дополнительные поля материи, которые живут во всей этой четырехмерной теории. Потому что струны, которые соединяют вот это с этим, они, ну, как бы, они летают по всему, E кросс-Т2. А вот струны, которые соединяют D3 с D5, они по всему E кросс-Т2 не летают, они летают только вдоль E. А по Т2 они локализованы около той точки, в которой находится D5. И поэтому они описывают какой-то точечный дефект в эффективно-двумерной теории на большом Т2. Ну и, значит, дальнейший анализ показывает, что вот можно эти струны отинтегрировать и получить вот эту формулу с, там, хард-классом и так далее. Хорошо. Значит, чего я пока не описал, это вот что. Пока что эта теория довольно большой суперсимметрии. А для того, чтобы тут как-то получилась теория с изолированными вакуумами, нужно было ввести деформацию U. Параметр U тестованная масса U1 симметрия, у которой заряды плюс 1, плюс 1, минус 2, плюс 1, плюс 1. Вот. Как это сделать? Оказывается, что в этом подходе это можно сделать просто геометрически. Это просто деформация геометрии этого десятимерного пространства. А именно, вместо того, чтобы взять просто метрику прямого произведения, мы теперь ведем новую, мы как бы построим, возьмем такую вещь. Давайте зафиксируем над эллиптической кривой линейное расслоение степени 0, топологически тривиальное, но как голоморфное расслоение вообще не тривиальное. вот у я просто буду называть точку на никобиане, то есть на двойственном торе. Так вот, значит, мы в качестве теперь геометрии будем брать такую вещь. Возьмем л два раза, то есть две копии расслоения л поделим по группе гамма. Как бы получим и прибавим к нему л в степени минус 2. Ну, я не знаю, может быть, это не очень правильное обозначение, но смысл такой, что я рассмотрел комплексно-векторное расслоение ранга 3 над е, которое сначала я взял просто в качестве этого расслоения, в качестве условия этого слайда, взял две копии л и л в минус второй степени. Значит, это все вместе это некоторое комплексное четыре четырехмерное комплексное многообразие. Более того, значит, на нем есть голоморфная форма объема, как бы она тривиально, ну, в общем, значит, это многообразие Калабияо 4 там или вот. И теперь я хочу взять послойный фактор по группе гамма, который действует в прямой сумме двух копий Лу. Вот. Вот это, значит, получилось такое... замене первого, второго, второго, и четвертого умножения. Да. X10, это просто произведение этого ZU на T2. То есть, я просто подкрутил в этом произведении, я подкрутил АЛЕ-пространство и R2 над над E. То есть, так что при обходе по циклу вокруг E я немножко делаю некоторый поворот. Но поворот скоррелирован, то есть, если я порвачиваю на угол 5 градусов здесь, то здесь на минус 10 градусов здесь. Так что, сумма углов равна нулю. Вот. Это моделирует включение тестованной массы на уровне криворочной теории. Вот такая геометрия. Вот. Ну, можно взять формулу для метрики на самом деле. То есть, это несложно. То есть, метрика на этом пространстве это R2 DZ DZ чертой это O2. Значит, Z это координата E плюс D там какой-нибудь W плюс U DZ чертой плюс U чертой DZ на R W по модулю в квадрате. Это часть метрики это вот метрика W это координата на этом расслаблении. Плюс минус 2. Z1, Z2 это координата на этом слое. Плюс метрика на двумерную это десятимерная метрика просто очень ямно. Если U это R2 это то, что я называл R2 умножить C W это здесь координата. Z1, Z2 это координата вот здесь. Ну, на них еще есть дополнительные отрисления вот такого типа, которые... А браны значит те же самые. Но теперь, правда, если раньше выбор этой точки был еще более-менее произвольный, то теперь уже нет. То есть теперь вот, например, значит, D7 браны у нас намотаны на нулевое сечение этого расслоения. D3 браны намотаны на нулевое сечение этого и этого расслоения. А D5 браны намотаны на нулевое сечение этого расслоения. и точку здесь не можем не можем потому что вот вот у вас есть группа д типа вот у вас преобразование которое перепутывается один за два поэтому все что вы можете сделать вы можете делать специальный случай когда есть дополнительной информации и она была и на уровне калибровочной теории тоже тогда случая было был второй параметр типа у который можно было тоже включить хорошо это как бы стоит значит струнные по подъем калибровочной теории которые бы изучали в струну чем этот подъем хорош тем что в нем суммирование по n становится естественным потому что д-3 браны здесь намотан на компактное пространство а раз так то у них конечная масса и штат сумму так сказать всей там струны скажем мы можем они как бы дают конечный вклад нужно по ним по всем просуммировать это как будто инстантон и большой теории в то же время d5 и d7 браны не компактные в них их масса бесконечная поэтому мы их держим в качестве фоне мы по ним не суммируем это соответствует тому что мы хотим получить в статусе решеточной модели мы хотим мл зафиксировать а по n просуммировать значит еще момент который может быть стоило бы сказать что откуда бралась вот откуда получилась вот локализация на вакуумы в статсуме вот за уравнение беты они взялись в каком-то таком смысле за счет того что мы должны были помимо всего прочего просуммировать по всевозможным вортексом в калибровочной теории то есть конфигурации в которых калибровочное поле имеет нетривиальные инстантонные числа заряд на языке бран такие конфигурации тоже описываются они автоматически по ним суммируются значит это и сейчас я не совру это скажем так n стильды d1 струн которые намотаны на е они выглядят как точки в т2 то есть это как примерно как флакс как раз магнитный поток в в соответствующую ментокалибровочной теории вот и вот эти d1 струны они могут быть приклеены как d3 бранным так и d5 бранным и вот эта возможность перехода за одного места в другое отвечает за то что в формуле для q характере у характера было много членов которые были взвешены с разным снатонным параметром вот формуле там y плюс q d делить на y один вклад это вклад в эту статсуму этого или операции л теории в котором d струны приклеены до 3 бра не только а второй член это вклад как раз когда одна из д струн приклеилась к d5 брани и нет это это д струны д д струны то есть это это д брана тоже они приклеены в том смысле что они могут что поля поля которые получаются квантованием струн которых соединяют могут получить не могут сказать получить ненулевое вакуумное среднее происходит конденсация каких-то полей которые ну когда мы когда я говорю про струны такие то это все отвечает разложению в некоторые такой такой мастер теории в вокруг точки в которой соответствующий поля равна нулю и мы там можем так вот лагранжан для этих полей видки массовые члены эти массы получил соответствует массам струн протянутых между одним противом брандурить его бран а потом у них есть какая-то динамика и они могут перейти у них может казаться вакуумное среднее не нулевое тогда уже на данном языке их описать нельзя ну говорят что значит вот если там такая струна сканденсировалась то это отвечает тому что для струна это д брана растворился дурец и брана а если это струна сканденсировался да там значит ну это так не получится на чем вот потому скажу эта струна может сканденсироваться да это д д 3 брана раствориться в 3d 7 брана превратится в инстант он конечного размера еще так говорят мои да да открытость открытость до ее длина это какой-то просто геометрическое расстояние между 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 этими этими стопками бран но в лагранжа нет мировой теории эта длина дает массу соответствующему полю теперь помимо помимо массовые члены там есть еще другие какие-то члены в этом граждане и может оказаться что в потенциал который на это на эти открытые на это поле который отвечает открытой струне он предпочитает не нулевой вакуумное среднее для этого поля нет то есть если бы был бы только массовый член то вакуумное среднее было бы нулевое значит и тогда бы как бы это открытая струна была бы как бы она не могла бы сконденсироваться то есть ты не можешь ну понятно что если он сконсировал то есть какой-то герет в состоянии произошло то есть таких струн много много-много образовалась и уже не мы не можем описывать это таком на таком языке у нас бэграунд поменялся мы сдвинули бэграунд у тебя может возникнуть вакуумная среда может возникать для того поле который был заряжен до для икса и ты переходишь на новую ветку в пространстве вакуумов который ну и и вот эта картинка должна поменяться как-то просто простейший вариант этого явления на что такое говорят что d3 браны браны к размер с 4 вот d3 внутри d7 это казалось 4 они описывают инстантоны внутри калибровочной теории на d7 если это инстантон конечного размера то это означает что это и бран растворился 3d7 браны а если он стал точечным то после этого можно открывать новая новая ветка в который этот то этот точь точка превращается в новую тип браны и он уходит в трансферстальном направлении они начнут расходиться то есть он может уйти в другое пространство браны перестают быть гимитры не стоит быть физически одна на другой держать вот ну не знаю нет это нет мне кажется нет потому что здесь калибровочная группа у н всегда тут нету это не с у н поэтому тут барионы не калибровочный вариант нет нет таких игрушечный вариант хорошо значит давайте значит я уже как бы скачу вперед значит это конектор качественная картинка как который мы более менее простую калибровочную теорию вложили внутри у тебя очень сложно уже миска теории бесконечные слова степени свободы ну который вот таким струнным на таком струнном языке описывается что мы с одной стороны мы можем стать сумму старой теории посчитать сказав что это что она равна стать сумме просто вот это десятимерной струны в таком бы грамоте стать сумма в суперсиметричном смысле слова то есть опять как понимаю как ритмский индекс то есть весь бесконечное количество степени свободы которые мы добавили в виде струнных осцилляторов он должен из этого индекса видно сократится при этом стать сумма который мы вычисляли раньше двумерной теории которая была вот стёр значит она пришла там из вычисления 1 петлевой диаграммы в которой начало поле сигмы были поля материи x который мы собственно в статсуме просто там какие-то могут были вставки она была какой-то повар этот оператор т который вот сильно порождал значит вот что это было было статсума двумерной теории значит она была 1 петлевая но теперь вот это поле x все эти фундаментальные поля би фундаментальные и так далее их происхождение это открытые струны в соединяющие разные типы добра поэтому значит в эта картинка она теперь поднимается до картинки который мы вычитаем какую-то диаграмму на кольце то есть это с какими-то граничными условиями то есть кольцо в открытой струне открытый ну с граничными условиями которые отвечают разному типу бран но еще по суммированному по разному типу бран тоже тут может быть либо nn гарничные условия d3 d3 либо там d3 d7 либо l ну и так далее в общем тут есть много разных вариантов но то есть Продолжение следует... 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 Продолжение следует...